Так, ребята, ну что, мы приехали сейчас, час двадцать. Мы приехали рождать МД Групп. Клинический госпиталь. Сейчас мы поднимемся, да, наверх, да? Угу. Короче, мы едем в двадцатый подъезд, обычно мы туда поворачивались, поворачивали в пятый. Короче, начинаю этот влог, блин, с родов своих, в темноте. Посмотрите, какой у меня кэнди-бобер. У нас туда ежуха максимальная. В общем, сейчас я вам расскажу, что происходит. Мы приехали. А сколько мы приехали? В час двадцать? Да, где-то в час двадцать. Довольно-таки долго были всякие обследования. УЗИ, кровь брали, вопросы задавали. Осмотр был на кресле геникологического. Никакого вообще раскрытия, просто ноль. При этом схватки уже давно. И сейчас мне поставили какой-то фазмолитик. И знаете, что он сделает? Он либо усилит процесс, и начнутся реальные роды. Размягчение шейки. Ну, короче, сказали, что для начала прям родов слабовато. Ну, то есть, еще, типа, по сути, мы не вошли в какую-то фазу родов, но при этом у меня схватки давно и регулярные. Ну, то есть, странно. И, короче, вот этот вот фазмолитик, он сейчас что-то одно сделает. Если это реальные роды, и все как надо, то, по-проту, схватки сильные, начнутся раскрытия, ну, короче, бежуха. А если это, типа, нереальные роды, а что-то не знаю что, то просто все, типа, затихнет, утихнет, придут схватки какие-то... И боли. И боли при схватках. И, типа, мы поедем домой. Я не поеду домой, наверное. Сейчас у меня идет схватка. Я теперь каждой схватке радуюсь еще больше. И я не думаю, что мы можем поехать домой. Потому что это невозможно. Я говорю, я ведь ребенка не уеду. Сейчас. Я даю путь, можно у меня положение. А, и ждать нам два часа. Короче, через час где-то уже что-то, наверное, будет понятно. Но прям полную картину мы узнаем через два часа. То есть в четыре, почти в пять утра мы только узнаем, что там вообще задвижь. И это будет, возможно, только, типа, самое начало. Ну, то есть, так долго, наоборот, это так долго. Мне пофиг, уже пускай. Давай, мультирай. Так что сейчас мы, наверное, будем отдыхать. Потому что непонятно, что нас ждет впереди, как долго. И эти штуки уже на меня как-то влияют. Так, сейчас я спала сегодня, всего четыре часа. И из-за этого у меня валит голова. Ну, не сильно. Но так что надо отдыхать. Поэтому сейчас мы все поставим на зарядку. К нам будут периодически сходить, проверять, как дела. Если у меня реально прям рода-рода, то я, наверное, спать тоже не смогу. Потому что начнутся вежухи какие-то. Очень, да. Не знаю. Тоже что-то для ребенка. Там столик медит. Ну, тоже можно посидеть. Лампа для прекрасного, хорошего настроения. Ну, и, собственно, такая вот люлька. Уходи, давай. Рожать. В какой-то момент ничего не было. Я уже все реально не думала. Даже сейчас. Ну, не то, что плакать начну, конечно. Но я подумала, испугалась. Подумала, вдруг все. Мы, типа, домой приехали. Для меня это вообще что? Настолько тренировочное, что уже прямо, блин, приехали. В одном шаге от того, чтобы родить. Короче. В какой-то моменте думала, что все. Потому что ничего не было. Я даже дремала. И я, ну, понятно, не засекала никакие схватки. Потому что я думала, ну, надо хотя бы поспать. Я же не знаю, что меня впереди ждет. Накрылись слабо, чтобы он хоть, ну, ну. Потому что он комочком таким держал. Мне так было интересно. Что мне подать это нормально. Ну, короче. Этот мозг, когда я не договорюсь. Он такой миленький. Я его не знаю, но он миленький. Тебе как уточка, да, скрипит? Угу. Так мило. Сейчас заплачу. Ближе к утру у меня наконец-то начались схватки. Сначала типа 9 минут. Потом меньше, меньше. Сейчас, ну, вот, какой-то мой макет любез и не засекала схватки. А так каждые 2-3-4 минуты. Вот так вот. И довольно-таки болезненные. Это еще не гарантия того, что, типа, раскрытие хорошее пошло. Ну, короче, не знаю. Сейчас будем смотреть. Но, блин, я точно не могу уехать, думаю, с такими схватками. Ну, типа, и все, и сказали, что сегодня мы родим. Ну, либо, ну, я не знаю, завтра вряд ли уж. Сейчас 7 утра. Это что мне? Сколько еще рожать? Ну, по сути, я пока не начинала. Вот это мое спальное рабочее место. Тут, да, тут есть комната отдыха, но я отказался. Если уж, это, партнерские роды, то до конца, да. Дай колбчик. Да, ну, видишь, я тоже, как партнер стала, поделилась с тобой одним изъялом. Так интересно, что действительно в схватке сидя, стоя лучше переживать, чем лежа. Лежа прям больно, прям в самый болезненный месячный, представьте. Еще живот каменеет, и это прям такое чувство неприятное. Хоть оно и недолгое, но неприятно. Я прям лежу и думаю, господи, а вдруг у меня там уже капец. Типа на белые сорочки. Я не знала, что оно будет белое. Но, на самом деле, я бы все равно на это никак не повлияло. Короче, то, что оно белое, видно молозиво, которое у меня просто льет, как блин, из-за этого. В общем, ребята, рассказываю, такое произошло где-то час назад. В общем, в 8 утра, может, пораньше даже, мне проткнули пузырь. Это было больно, очень неприятно, больно. И такая теплая вода потекла. Что после этого стало, схватки стали болезненнее, но терпимо. Врач сказала, что вот пока я могу их терпеть, я должна их терпеть. И когда будет вообще невыносимо больно, тогда мы поставим эпидуралку. Я ем кашу, но она уже холодная. Потому что в тот момент, когда принесли завтрак, меня покормить, я обливала яблоком. Короче, трэш. На самом деле, это абсолютно неудивительно, потому что у меня настолько болезненные были месячные. Ну, то есть, просто боль похожа, вот эти спазмы, они очень сильные. При прям болезненных месячных очень похожи. И меня всегда рвало от сильных спазмов. Если я не успевала вовремя выпить обезбол, поэтому та боль, которую я испытываю во время схваток, это просто тупо мои месячные. Знаете, так интересно. Ты такой думаешь, блин, прикольно, конечно, 9 месяцев ходить без месячных. Да, но потом сутки тебя колбасит. Сейчас 9.44. Я думаю, что нам еще далеко до родов. Ну, в смысле, до рождения ребеночка, конечно. Когда нет схватки, это просто рай на земле. Мы заказали завтрак. У Славы будут блинчики. Живота. Ты нам несленно это почувствовать и не понимаешь. Обязательно плечи не поднимай. Слава учит меня дышать в ротах. Не дыши, не дыши нижней частью живота. Короче, когда очень больно, ну, типа, ты пытаешься хоть как-то дышать, ну, типа, думаешь, такое, все, буду просто дышать, как мне вот легче становится. И нужно, получается, дышать, типа, низом. Ну, хотя, может, я не знаю, что там кому-то рекомендуют, но мне прям очень помогает именно, знаете, дышать так, чтобы как будто бы животик надувать, а потом высвобождать. То есть нужно именно... Куда-то надо не в грудь брать? Да, не в грудь. А, диаправда не ссядь. Я правду не ссядь. Вот, и это прям реально помогает. Животик надуваешь, как будто бы... Что сказали? Стим, пьем, чай, кофе, потанцом. Ничего необычного. Ага. Помнишь, как мило было, когда малыш родился и закачал? Это было утро ранее. Они, наверное, уже в палате чили. Ну да, после родовой. Интересно, когда переводят туда. Наверное, где-то через час. Сколько? Сначала же какие-то там обследования, обследования, там, пуповина, чтобы отпульсировал. Ну, у кого там как. Потом этот плацента. Еще плаценту рожать буду. Че я на рожай? А че надо? Мне оставлять все ее там. Кстати, нормально. Я так и не посмотрела все курсы перед родами, которые, типа, должна была. Ну, как сказать, это сна была. Никому ничего не должна. Нет, я с тобой тут в пахарок пришел. У меня нужно, чтобы на роды пойдем. Слушай-ка. На момент родов я же взвешивалась. А, и сегодня взвешивалась. Ну, я взвешивалась в одежде. Короче, 77.3, по-моему, было. Но дома было 76. Короче, я прикреплю. Это, конечно, не то, чтобы супер-какая-то важная инфрация. Но любопытно. На самом деле хочется поваляться, лечь, знаете. Типа уже устаешь. Все равно это даже хоть боли и непостоянные. И в перерывах хорошо очень становится, когда не болит. У нас прям хочется, знаете, в кроват, в одеяло вообще. Буду ходить, какие-то штучки, дрючки делать. Хотя я спросила, поможет ли это ускорить какой-то процесс. Вроде нет. Да? То-то зачем, но не тут хорошо. Короче, пока самое неприятное из того, что было, это прокол пузыря. Все остальное, ну, да, больно, неприятно. Да, да, с там уже приготавливается. В общем, когда приехал врач, получается, всю ночь, ну, у меня не всю ночь, типа были схватки, нифига. Когда она приехала, мы же с ней виделись, мы на вчера. на приеме. И она смотрела, ну, проверяла, что-то как. И она сказала, что за ночь, пока я здесь была, и к тому моменту, когда она приехала, у меня уже шли схватки. Так вот, под утро у меня уже начались регулярные схватки. Слава богу, процесс, ну, короче, так сказать, пошел. Хотя все равно... Да, простите, ты бы не тормой никуда. Если бы все прекратилось и выключилось вообще. Ну, не отпустили бы тебя. Тебе же и так доктор сказал, что это не очень хорошо. Да. А, кстати, эта капельница капала, мне кажется, часа 4. Сказали 2, но мне кажется, она сильно дольше капала. Да. Потому что у меня, получается, в 2 с чем-то все такое началось. И я, по моим подсчетам, она должна была закончиться, типа, через 2 часа, а она дольше была. И я постоянно смотрела на нее, смотрела, сколько осталось, переживала. И в какой-то момент у меня ничего не было. Ну, типа, вообще долго. Были какие-то, ну, типа, редкие, неболезненные, с учетом того, что я лежу обычно лежа, у меня прям вообще нормально кочекарилось. И в какой-то момент, когда уже закончила капельница капать, у меня опять начались схватки. Прям, ну, такие болезненные, регулярные. С хорошими, ну, перерывчиками такими. А еще, что меня напрягало, так это то, что аппарат, который Доплер, он почему-то, типа, вот эти схватки мои не записывал. Короче, не было такого, знаете, как у меня дома, когда схватку было прям очень хорошо видно, она прям тщ-тщ. Ну, короче, из-за этого я тоже напрягалась, потому что я думаю, блин, сейчас они посмотрят, что как будто у меня нет схваток. Скажут, ой, все, точно домой езжай. Ребята, приехала Настя. Уже, ну, сколько, полчаса точно как приехала. Мы уже даже успели сделать фотосессию. Ну, понятно, что пока нет болезненной схватки, то можно красиво постоять. Когда болезненная схватка, то это такое, наверное, не знаю, посмотрим. Вот. Врачи периодически заходят, все, короче, периодически заходят, проверяют, спрашивают. Вот, все нормально. Сейчас 11.53. Наверное, вот-вот уже зайдут проверять. Есть какие-то там открытия, у меня или нет. А еще в 12.00 опять придется делать КТГ. Это очень больно. В смысле, КТГ не больно, а вот это Доплер. Не больно просто лежать, потому что схватки лежа очень болезненные. Шарик мимой. Такая миленькая. Не понравилась тебе? Ну, я оставлю, может быть. Не, ну оставлю для активности, может быть. Сорваться хочешь? Да, я жду мне нахуй. Для активности он басик. Не, я могу убрать. Ну, вот, кстати, что хорошего, когда ходишь-бродишь, водичка-то потекает. Она же не надо была, конечно, потекает, понятно. Вот это контент. Что посоветуешь молодым мамам? Мамам или тем, кто рожает? Ну да. Че? Ну да. Че, ну да так? Мамам в будущем. Не бойтесь. Да, бывает очень больно. Но все равно еще боль не такая. Типа, когда будет прям трэш, конечно, эпидуралку сделаем. У нас 3 сантиметра вот это вот открытие. В общем-то так странно. Типа, открытие. Эй, Абрика, знаешь? Я сделала открытие. 3 сантиметра и на 4-5 уже можно ставить эпидуралку. Но пока терпимо. Нет смысла, конечно, ничего ставить. И не ставим. Вот нужно ходить. У меня периодически проверяют. Ну, как проверяют именно, проверяют раскрытие вот этих. Вот. Слава Богу, процесс идет. Понятно, что они быстро. Сейчас уже почти 2 часа дня. Ну, не знаю. Вечером уж, наверное, рожем. Да? Ну, мы надеемся. Ну, мы откуда не спешим. Мы не спешим. Да. Мы спешим. А, ну и вот. Воды подтекают. Но они не всегда подтекают. Вот. Интересно, кстати. Я думала, что все вытекло. Это много, оказывается. Вот я все думаю. Интересно, как это? Что это за ощущение? Просто последние несколько дней в ванной там, например, стою. У меня какая-то легкая схватка. И я же не знаю всех правил. У кого-то вообще начинается с того, что пузырь степолопается и вода течет. И никаких схваток, ничего. И вот у меня был такой, ну, немножко страх. Ну, как страх уж. Вы просто не заметите, что у тебя вода. Я еще в душе когда-то стою. Я постоянно такая. Че там, че там? Это вода не надо? Ты ж в душе. Там все вода. Да. Там все вода. Я же не знаю, типа, как это по ощущениям будет. И особенно у меня волосы длинные. Я голову помыла вчера как раз. Да, перед тем. Вот мы приехали сюда лежать. В итоге я помыла голову. А у нас волосы не густые. И вода стекает по спине. Я что-то хуже. Просто вы так не мешаете. Обманка. Да. Ну, потому что это действительно такое. Лучшее... Мы когда приехали, расскажи, что тоже это кто-то до нас. А, ну, да. Мы приехали там в приемную звеню, внизу, около кресла. Короче, типа водичка была. Ну, может, это просто вода. Да, навряд ли. Ну, знаешь, судя по тому, какие воды я видела от тебя, все-таки они такие, типа, прозрачно-розоватые, я бы так назвала. Там было прям вообще как вода какая-то. Даже, может, может, записывался кто-то. Ну, сейчас. Вот, ну, понятно, это все убрали. Потом... Ну, вот этот, кстати, момент в приемном отделении довольно-таки долгий был. Столько всего было. И вопросы столько. Да. 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 Чувиха нервничала, что я все никак не... С умкой не разберусь? Да, с сумкой не разберусь. И прям... Она хотела прям, чтобы уже закрыться мой вопрос. Просто, короче, нам сказайте, помирать все вещи сюда, потому что меня, типа, не знают. Хотя, любого бы, конечно, тут есть куда положить сидячь. Да, конечно, тут место для тебя. Все-все. Ну, здесь теремий блок, типа, ради него не понимать. Ну, да. Ну, да. Ну, мочу, конечно, взяли. Причем... Не стесняйся. Мы же ехали не туда. Да я не стесняюсь. Такие... Да, это нормально. Что есть, что естественно, то не безобразно. Да. Вот. И спрашивайте, типа, ну, типа, мочу, давайте. Это самое... Я такая, увы. Я думаю, блин, а вдруг там вообще не получится что-то выдавить из себя. Потому что мы же только приехали. Я, конечно, перезубь туда сходила. Таки, ты там нормально им дала. Да. Материала. Немного, конечно. Ну, нормально. Опа. Пошла складка, да? Так, это как будто бы морс. Прикольно. Я думаю, что скоро... Ну, как-то не то, что прям скоро, но близится момент эпидуралочки. Поэтому... А когда она будет, я думаю, что я там просто буду лежать, кайфовать, наверное, да? Стараюсь. Надеюсь, так и будет. Не, а в чем смысл тогда? Так и должно быть. Ну, как-то теперь попроще делать. Прикольно. Если у меня складки будет, он будет и эти мышцы. Ага. Чего, да, думаешь? Иди покушай вкусненько. Закажи себе еще и кофе. Я не знаю, я не хочу вас оставлять огни. Не волнуйся. Будете скучать из меня. Ребят, прикиньте, я рожаю, а мне, блин, курьер звонит. Так несу бы я, слава богу. Это был бы вообще уэр. Я специально ничего не заказывала давненько, потому что я понимала, что, ну, типа, вероятность того, что мы этого курьера встретим, ну, она с каждым днем все меньше и меньше. Ну, у меня сейчас... Шестнадцать, шестнадцать. Шестнадцать, шестнадцать. Короче, у меня уже эмидуралка стоит. Но я ее не бросила, но мне было уже больно. Просто пришла врач, и она увидела, что я уже уставший выгляжу. Потому что сглазки, на самом деле, действительно, уже пошли такими больно. Но я все думала, типа, ну, наверное, еще можно терпеть. Ну, я просто думаю, типа, это не совсем, ну, когда больно, но, конечно, хочется уже без этой боли кайфовать. Ну, типа, еще терпимо. Ну, по моим вот болевым паромам всяким. Он тут угрожает. Как это было? Мне попросили свернуться в позу как будто эмбриона и подвинуться на край кровати, туда-назад. Мне протерли спину холодного оттвора. Вот сейчас охватка идет, я ее чувствую, но нормально вообще. Это просто, типа, такое давление небольшое, жутие. Но сейчас мы только делали, оно еще не супер-купер, типа, подействовало в духе. Ну, уже хорошо подействовало. Короче, рассказываю, как это, потому что, блин, жутко интересно. Я легла в позу эмбриона спиной, и надо было своей рукой, получается, той, которая сверху, правой, своей ноги как бы подгибать к себе ближе, по лентам, и вытаращить. Эх, для Славы это вообще ужас, потому что сердце связано с уколами, иглами. У него какая-то фобия, да, да. Не любит он и балочки. Короче, у меня и вот, я улыбнулась, как сказали. У меня протерли холодненьким. Сначала безболивают, обычно, типа, такой уколчик, как у зубного. Сначала безболили то место, куда будут. Ты не поверишь. Не поверишь. Я думала, как это делают. Я думала, просто укол, типа, делают. А на самом деле, туда засовывают довольно-таки длинную. Вот, но вот где-то провод, не, не этот провод, это слишком жирный. Очень такой длинный, я так поняла, провод толщиной, ну, типа, волосинку. Ну, короче, он очень, как сказать, узкий, но длинный. Его засовывают, ну, что-то там в лендокопчик, знаешь, а Коля-то середина спины. То есть, он идет, и я чувствую, как по спине вниз опускается волна, ну, такая, типа, волна. Как? Вообще терпимо, реально. Ну, я даже, блин, не пискнула, не постанала, там, типа, а-а-а. Вообще такого даже не было, ну. У тебя безбольные сначала, а потом все ссорили? Да, но у меня безбольные то место, куда засовывали, а не всю же, куда шло, ну, не знаешь, ну, типа, и, получается, просто начинается такая, типа, боль в пояснице, которую можно терпеть. Да, и можно терпеть. Она там начинается, но потом, когда уже все останавливается, уже засовывают, уже не болит. Вот, получается, да, протерли, укол обезболивания, засунули туда, куда-то катетер, и, получается, у меня стоит катетер там. То есть у меня в спине тонкая и шнур. Ну что, время уже 7 вечера. Схватки сильные уже. Чуть в дуралку вкололи, все равно больно, мои девочки. Да просто капец, Юлька родила. Вы не представляете, ребята. Какая она девочка. Мам, ну что же. Голоское вещи. Он тебя видит, как Диметра, помнишь? Ой, зевает, вот так зевает. Ой, зевает. Я нахожусь нашла, Валимич. Какие хорошенькие, губки чьи. Мои, наверное. Сум, кажется, мои. Нормально. И ты боялась. Не боялась вообще-то. Я об этом говорю, что, жизнь не ослабляет. Ой, ладно, вот это сделано. Ну все, ну все, ну все. Здесь все есть, да? Может, ты хочешь? Я тебе прям это и сказала. Ну, блин, по-моему, на тебя чего не делаешь? Прямо все. Ну что, готова смотреть? Ой, все, смотри. Ой, господи, господи, господи. Осенька какая я. Вот и моя девочка. Вот и моя маленькая. Осенька, господи. Дай мне очки надену, я же не помню, что я не вижу. Ой. Ой, господи. Ой, ты маленькая. Осенька моя маленькая. Вот, вот, смотри. Ой, Славка, да это же, по-моему, ты там лежишь, маленький. Есть, есть такое, да. Господи, моя девочка. Осенька, бабушка, как тебя любит. Моя девочка, любимая, как бабушка тебя ждала. Моя куколочка. Ой, я сейчас, наверное, с ума сойду. Слушай, да не сходи с ума. Господи, маленькая, слушай, какая крупненькая девочка. Сколько она родилась-то? Три пятьсот. Три пятьсот семьдесят, что ли. Сынанка я. Сынанка, я все, теперь буду целовать это. Целовать мою солнышко, любимая. Господи, Бозечки, лапочка моя маленькая. А сколько она сантиметров, дочь? Пятьсот два. Пятьсот два. Папа, ты пятьдесят сантиметров родилась. Пятьсот два. Не, ну молодец, доченька, молодец. Какая ты сутка. Пухляшка, смотри, щечки у нее такие, да? Угу. Пятьсот два. Господи, какая хорошая, откуда тебя? Бозди мой, щаски закатуются. Стекла. Ой, хорошая куколька. Ой. Ой. Ой, замерзла, что ли, чуть-чуть? Ну, пап, клеить не буду. Спасибо. О, нато ты снимешь сейчас костюм. И вот так. Показывай. Молодец. А за то, что он пуповину перерезал. Вот. А, это она есть. Накрывай. Вот, будь здоров. Вот, будь здоров. Будь здоров. Я знала, что сделаю. Вот так. Немножко. Она сейчас глазки будет открывать. Яковсвета не будет. И она немножко глазки будет открывать. Ты все потом расскажешь. Ты в шоке? Да нет, и в соке. Ну так, и в соке, и в соке. Это было феерично. Долго. И прикольно. Мне кажется, не так уж и долго. Всего лишь целый день. Нет, сами роды, конечно, недолго. Я не знаю, но я уже плохо. Ну, смотря откуда считают сами роды. Не, я имею в виду, ну вот потуги. Вот это все это и вообще молниеносно. Ну потуги, мне кажется, быстро было. Да, да, ну очень быстро. А так. Я не знала, сколько мы на телепорту и вот эти все. Ой, ладно. Спасибо. Продолжение следует...